Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Суть вопроса в том, что у автора есть внутренняя скрытая вражда против крови. Когда я вышел замуж, пишет она, родители, мы уже не сразу меня приняли. Много скандалили, с нами много было претензий к тому, что мы не делаем, чего должны, что не рассказываем, что не делимся, что не звоним, что не заходим и много-много разных пустых и надуманных претензий. Поначалу от них был шок и недоумение, мол, как такое вообще возможно? Потом реакция стала одна на этом, гнев и возмещение. Прошло 9 лет, я всячески мирила мужа с родителями и налаживала отношения. Беседами, тёплым отношениям, за душевными разговорами, короче, старалась. Но по своей вредности свекровь стабильно раз в неделю поёт свою песню про то, что её не любят. Не уважают или ещё что-то там совершенно необоснованно. То есть, условно, бред. Это при том, что сын её на руках носит. И когда я слышу всякие обидчивые речи, меня разрывают. Прямо хочу вспилить или сдерживалась. Реакция прям как у свекра её мужа. Он также на жену реагирует. Короче, гневаются. Как мне справиться и быть мирной? Что скажут? Ну, собственно, ключевой вопрос, который здесь можно, наверное, задать. Это вопрос такой. А для чего вам быть мирной? Ну, то есть, зачем? Зачем вам быть мирной? Ну, в этом смысле. Вот. То есть, цель этого-то какая? Вы, на мой взгляд, на мой взгляд, не простроили личные границы с родителями мужа. И вы не можете этого сделать, потому что муж, в общем-то, сам должен это делать. Это не ваша забота. Но вы почему-то на себя подобную ответственность берёте. И мне очень интересно, почему вы это делаете. Мне хотелось бы понять, зачем вы спасаете, условно говоря. Ну, вот. Может быть, мужа вы спасаете, может быть, свой какой-то комфорт вы спасаете. То есть, как будто бы этот комфорт, да, зависит от того, как себя ведёт свекровь. Вот. Иными словами, здесь, как мне кажется, во многом история про то, что вы не уверены в себе. И пытаетесь компенсировать это поведением спасительным, ну, спасающим. И пытаетесь компенсировать это поведением, вот. Миропроц. Ну, с точки зрения психологии, вы находитесь в треугольнике Карпмана. Вы спасатель, вы же и жертва, вот. И вы же, соответственно, потом выступаете ещё и как тиран, вот. Потому что, ну, злитесь, как бы, на свекровь. И вообще-то это нормально, что вы на неё злитесь, потому что вы за себя принижаете достаточно сильно тем, что пытаетесь, ну, пытаетесь спасать. И, естественно, как следствие, появляется гнев. Вот. То есть это, ну, в данном случае, совершенно нормально. Поэтому, в первую очередь, ну, надо ответить о себе. Вам. Как я себя чувствую в этой ситуации. Как я чувствую себя, когда я с векровью это делаю. Ну, вот. Вообще меня это задевает. Вот. Ну, как бы, нет ли у меня такого, что я как-то вот хочу, там, может быть, надеждой оправдаться, или там, вину перед ней ощущаю, или неуверенность в своё чувство. Да, как бы. То есть вот. Вариантов на самом деле довольно-таки много. Тут нужно только найти вариант непосредственно ваш, который подходит им именно вам. Потому что, какой вариант ваш, пока не совсем понятно. Вот. Есть, ээээ, есть здесь трудности и с вашим мужем. Ну, например, я могу предположить, что, на мой взгляд, вы его ревнуете к кафе крови. Вот. Потому что вы говорите, что, ну, ну, вот, что сын, там, носит её на руках. Ну, на мой взгляд, есть в этом смысле здесь что-то вот от ревности. Я могу, конечно, быть не прав, это могут быть мои фантазии, вот, но, как мне видится эта ситуация, вот, вы ревнует. И, на мой взгляд, если, ну, вот, говорить о том, как нам быть, то работать с этим направлением, вот. И работать над установкой личных границ, эээ, собственно, между вами и, эээ, сокровью. Вот. Чтобы не, не, не делать, эээ, ничего, эээ, такого, чего бы вы делать не хотели. И, напротив, делать то, что вы делать хотите. Вот. То есть это работа с личной ответственностью. Да? Вот. И это некая такая, ну, можно сказать, кооперация с вашим мужем. Вот. То есть, кооперация именно в том смысле, эээ, что вы, вот, занимаете какую-то, какую-то единую позицию, эээ, по отношению к родителям. Вот. Этого, как будто бы, не происходит. Потому что, мужчина стоит на руках, вы, соответственно, ну, видимо, ээээ, ну, чувствуете себя, вот, ну, может, может быть, вот, в какой-то степени аутсайдером. Хотя, я этого не знаю, да, и могу ошибаться, в принципе. О-хо-хо-хо, а вот. Ну, в любом случае, это нужно исследовать, в любом случае. Вот. Что еще можно сказать? Эээ, с трудом, эээ, с трудом верится, эээ, честно, с трудом верится, эээ, что вы не знали о том, какая сокровь. Вот. То есть, ну, вот, эээ, с трудом верится, что вы, ээээ, ну, были не в курсе, какая она. Вот. То есть, ну, как-то вот всё это, знаете, ээээ, как-то внезапно, что ли. То есть, вы говорите, что вот она, там, начала вести себя вот так, и возмущение, как такое возможно, и так далее. Вот. Ну, если для вас это стало неожиданностью, да, например, то не совсем, не совсем понятно, как вы устраиваете отношения к своему им. Ну, потому что логично, что происходит какое-то знакомство с, ээээ, там, с его родителями и прочее. Вот. И если бы поначалу всё было хорошо, а потом, как бы, вот, ээээ, ну, сукрос, да, начала вести себя вот так, как она себя ведёт, например, что, соответственно, на мой взгляд, ээээ, достаточно легко, ээээ, как бы, личные границы свои проявить. Вот. Конечно, при условии, если вы это можете, если у вас есть необходимые для этого средства. Вот. У меня есть в этом, эээ, смысле, определённые сомнения относительно того, что у вас эти средства есть. Ну, судя по тому, что вы их пишите. Вот. Следующий момент. Следующий момент. Это, это, собственно, гнев. Я бы разделил, эээ, ну, в какой-то степени гнев на несколько составляющих. Ну, первое, это, понятно, личные границы, то есть, ну, желание, чтобы человек, эээ, был несколько подальше. Ну, вот второе, то, что вас мотивирует гневаться. Это очень интересно. Как будто бы вас, как будто бы вас, знаете, что-то задевает, как будто бы, знаете, у вас что-то, эээ, ну, какие-то струны вашей души. Вашей личности оказывается здесь задействованы. Вот. Это очень, это очень интересный момент. Как мне кажется. Такое ощущение, что вы, возможно, решаете какую-то, вот, свою проблему, если еще. Это важно увидеть, потому что перекладывать ответственность всю, эээ, только на, эээ, всю кровь, было бы несколько несправедливо, несправедливо. Вот. Конечно, она, в случае, человек нелегкий. Это, это правда. Но, вы же выбрали, по сути, такую семью, вы выбрали, по сути, такое окружение. Вот. И, это ваш выбор. Понимаете? Поэтому, эээ, на мой, на мой взгляд, нельзя, эээ, во всем винить сокровь. Ну, как бы, эээ, никто, на самом деле, никого винить, винить не будет. Давайте, вот, как-то, сразу об этом договориться, да, что никто, никто, никого, как бы, обвинять не будет. Вот. Вот. Мы сейчас, эээ, стараемся просто разобраться, эээ, в этой ситуации. Вот. И не более того. Вот. А, поэтому, эээ, к, ну, к сожалению, или, или к счастью, я не знаю, а, эээ, эээ, то, что происходит между вами и вашим мужем требует коррекции. Потому что, вы не можете, получается, эээ, выступать в какой-то степени в едином фронте. Вы не можете выступать, эээ, в кооперации. А это, в общем-то, в общем-то, довольно серьезная проблема. Вот. Важно увидеть, эээ, какой вы себя чувствуете в этой ситуации. Важно увидеть, как вас задевается кровь. Вот. Это то, на что, на мой взгляд, нужно вам обратиться, обратить внимание. Самое пристальное внимание. Вот. Эээ, ну, как бы, я понимаю, что, может быть, эээ, вы думаете, или предполагаете, что есть какой-то, эээ, ну, быстрый способ решения, но нет. Такого способа нет. Потому что, и муж у вас, эээ, такая вот, получается, в этом, в этом смысле, жертва. Да? Вот. И вы, спасатель. Вот. Это вот, по описанию, созависимые отношения, получается. Вот. Это нужно корректировать. Вот. Это можно корректировать. Это нужно корректировать. Вот. Это не так сложно, если этим заниматься, на самом деле. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего доброго. Удачи. Россия на ней думаю. Бlov decision Birön. Свия зад 속ità. Вау. Ши. Я думаю, я могу제를ậpить.